Всем здрасте, ребят! Всем привет! С вами, как всегда, я, Лёх, канал Hardplay. Здравствуйте, мои хорошие! Как вы знаете, нам ответил Утопия Шоу. Дружище, ещё раз привет! Я знаю, что тебе быстро очень информацию передают. Мне было безумно приятно, потому что Утопия нам просто взял и в комментариях написал. Ребят, досмотрите сколько хотите мой контент, вообще без проблем, как бы красавчики. Первым роликом я предлагаю посмотреть Утопию Шоу. Сразу же поставлю лайк. 450 тысяч лайков набрало, кстати, это видео. Так что давайте, ребятки, перейдём уже непосредственно к нему и посмотрим, зачекаем. Значит, видео называется «Симпсоны знают всё». Не знаю, почему так называется, предсказания. Ничего подобного не смотрел, но, надеюсь, будет очень интересно. Всем приятного просмотра. Также ставь лайк, подписывайся на канал, на наш телеграм-канал. Ссылочка внизу в описании. Ай, ну, как говорится, давай! Всё, пошла крепота. Я вам, значит, рассказываю. Здесь недавно листаю TikTok. Я люблю там, да, всякие вот эти видеоролики. Сижу, знаешь, такой листаю, 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 листаю. Такой, знаешь, прикольно, здорово, как интересно, весело. Значит, листаю, листаю. И сейчас, значит, смотрю, гадалка сидит. Гадалка такая, знаете. Так, пишите мне в WhatsApp. У меня там, значит, приём платный. Думаю, ну, наверное, одна такая. Я как начал листать, у нас, оказывается, полстраны гадает, полстраны ведьмаков, полстраны, короче, этих, всяких вот этих вот целителей, главное, в 25-м поколении. Так что, давайте-ка, надо как-нибудь зарейдить. Я так думаю, TikTok. Кто за? Плюс чат. Давайте 50 тысяч лайков. И прям в прямом эфире, райданём, пусть они нам судьбу предскажут, да? Ай, ну, давай. Я это предсказывал раньше. Намного раньше. Ого-во-во, такие же сидят. Ханности. Давайте я вам расскажу, что такое настоящие предсказания. О, сразу Ред-ТВ канал вспоминаю. Существует ботная гипотеза, АССА. Это, это, это наша тема. Я напомню, я скептик, я ни во что не верю, если чё. Вообще ни во что, во всяких вот этих вот аномалии эти ваши. Совершенно каждый человек хотел бы, чтобы на него из будущего в какой-то момент упала вот такая княженция с результатами спортивных игр. Было бы здорово. Предсказания с точностью до секунды. Это просто золотая жила. Люди, к сожалению, такими способностями не обладают. Или... А что, если я вам скажу, что всё-таки можно предсказать события с точностью до секунды? Вы посчитаете меня сумасшедшим? Чего? Но дело в том, что такие предсказания действительно существуют. И её сделали Симпсоны. А-а-а, я понял, про что этот ролик. Короче, мне вы давно спамили. Всё, я понял, про что. Это, кстати, будет очень интересно посмотреть. Короче, есть мультик Симпсоны. Ну, такой, типа, шуточный рафляный мультик, в котором очень много, что, типа, сбылось в наше время, то, что творится. Я не знаю, как это работает, но я думаю, об этом сейчас как раз в Топе расскажет. Серьёзно? Я могу понять Нострадамуса. Он сочнял эту хрень 500 лет назад, и в то время можно было любую дичь городить, и тебе поверят. Я понимаю феномен Ванги, потому что это было во всех СМИ. Людям вдалобливали в головы, что она предсказательница. Но мультик, не могут же люди всерьёз к этому относиться. Сейчас чекай. За своё 27-летнее существование простой мультсериал предсказал очень многое. Притормози-ка, вот мы смеёмся, это ведь старый добрый топ-сикрет, и сейчас я начну всё это разоблачать. А что если у меня не получится? Что если под семейным мультфильмом скрывается нечто более глубокое и трудно поддающееся объяснению? Если вы не в кур... Вы охренеете, но я смотрел про то же самое про Волт Дисней, про все их мультфильмы. Там столько отсылок к каким-то иллюминатам. Там где-то там находят какие-то башни, блядь. Какие-то типа теории заговора. Я охренел просто. Я посмотрел, я вообще, у меня глаза на лоб вылезли. Это было очень жёстко. В курсе, о чём вообще идёт речь, это даже хорошо. Сейчас вам всё расскажут, и по вашей коже, возможно, пройдут мурашки. Пять колойсов. Спасибо. Кто бы мог подумать, что в наши дни самым точным источником пророчеств окажется мультсериал. Эпидемия Эболы, пожар в Нотр-Дам, президентство Трампа, Покемон Гоу, теракт 11 сентября, огромное количество технологических новинок и даже математические уравнения. Просто как? Всё это было предсказано задолго до случившихся событий настолько точно, что люди не верят своим глазам и от испытанного шока пастят везде скриншоты совпадений. Это показывают по новостям, а разоблачить это никто не может. Наверное, потому что это невозможно. Как ты нагнетаешь-то? Опасно это всё, в РНТВ вставят в очередной раз. Ну, поехали. Самая часто встречающаяся критика их предсказания заключается в том, что сериал идёт с 1989 года и там уже... С 1989 года. Сериала уже 30, мать его, один год. Чтоб вы просто понимали. Нихуя себе. Они столько всего показывали, что ненароком угадали какое-то событие. Закон больших чисел и всё в таком духе. Даже в Саус Парках высмеивал за это. У Симпсонов давно уже всё было. Дальше чё? Они же 13 лет в эфире, естественно, у них уже всё было. 32, да, даже уже. К чёрту, я об этом сегодня ни слова не скажу, потому что это просто попытка описать происходящее. Почти мои ровесники. Но не давил точно ответ на вопрос, а предсказывали ли они на самом деле. Знаете, что я сделаю? Я возьму каждое известное предсказание и по очереди буду его разбирать. Я расскажу вам то, что уже сделали до меня, но добавляю... Сразу, пока нет спойлеров. Как вы думаете? Просто напишите вашу версию. Как за столько времени мультфильм мог в точности, просто в точности предсказать те или иные события? Причём события не просто там будет какая-то болезнь, а именно, допустим, там 11 сентября вот этот вот теракт, то, что Трамп станет президентом. Как? Как за столько лет они это могли знать? И они слишком много предугадали? Вот для меня, честно, пока что ответов нет. Это очень странно. Погнали дальше. Добавлю и свои расследования, потому что просто не нашёл этого в интернете. И небольшая просьба. Досмотрите это видео прямо до самого конца. Там вас ждёт большой сюрприз. Эбола. Страшный вирус, вакцины от которого нет до сих пор. Самая ужасная вспышка эпидемии произошла в 2014 году. Слушайте, мы все нахрен забыли уже про эту Эболу или Эбола, да, её все по-разному называли. Вы вообще, вы все представляете, мы уже с вами, наше поколение, пережило такое количество всяких птичьих, свиных, поросячих, я не знаю, мышиных, телячих, всяких вирусов. Я не понимаю, как мы ещё живы. И мы живём, мать его. И сейчас этот странный коронавирус, это же жесть, это целый, я не знаю, я забыл уже даже то, что было Эбола. Тогда люди начали говорить о том, что предсказание было в Симпсонах. Вы только посмотрите. Да, не хочешь почитать? Любознательный дрожь и вирус Эбола. Это эпизод 97-го года, вышедший за 17 лет до эпидемии лекарапии Эбола. Да что ты говоришь, моя маленькая конспирологическая булочка? На самом же деле, вот так дела обстоят. Впервые вирус был идентифицирован в 1976 году и назван Эбола в честь реки, протекающей в месте первой вспышки эпидемии. И вспышки происходили после этого постоянно, но в 1995 году была достаточно крупная. И они писали везде, где только можно. И в год выхода серии тоже была. Так что совершенно ничего удивительного, что Симпсоны просто взяли актуальную повестку дня и сделали из этого зарисовку. Вот это я понимаю начало, сразу с разоблачения. Но как бы мы о мультике говорим, тут нагнетать особо не получится. А вот это очень... И как всегда, как всегда, вся херня, вот эти все проблемы, вся вот эти вот непонятки, они возникают только из-за нашего сраного телевидения, который... Симпсоны предсказали массу Бозона Хиггса за 14 лет до того, как это сделали ученые. В 1996 году Гомер Симпсон почти безошибочно определил массу Бозона Хиггса. Пф, мозги всмятку. Ну, по крайней мере, так говорят СМИ. Вы только посмотрите. В одной из серий Гомер пишет на доске уравнение, и мы видим, что по его версии масса Бозона Хиггса 775 гигаэлектрон вольт. Спустя многие годы ученые накан... Стоп, это серьезно было в одной из серий Симпсонов? Наконец, смогли определить его массу, и знаете, какая она оказалась? 125 гигаэлектрон вольт. Безошибочно... В чем нахрен совпадение тогда? А кто б его знал? Но попытка, если честно, очень неплохая. Как Симпсоны смогли даже приблизительные цифры угадать? Да это невозможно угадать. Невозможно. Дело в том, что один из сценаристов Дэвид Коэн, не просто какой-то там сценарист мультиков, а еще и человек науки, закончил Гарвард и Беркли, физик и магистр компьютерных... Все пишите, что вы закончили. Ясно, три класса, как всегда. Один из, говорит, классов закончил, и два этих... Наук. Кто мог подумать, да? Уравнения на доске были его идеей, и он позвонил своему старому знакомому Дэвиду Шиминовичу, профессору астрономии, который и написал примерное уравнение. Мать его, как? Как можно написать примерное уравнение? Это не выбрать число от одного до ста, и можно где хотя бы примерно угадать. Это уравнение, точное уравнение, которое написано за хер знает сколько лет в мультике. Вообще, Симпсоны не так глупы, как вы думаете. Любители математики, возьмите на заметку, что в русском переводе есть интересная книжка. Симпсоны и их математические секреты. Исходя из этого уравнения, мы поняли, что масса бозона Хиггса 775. Профессор, я это уже видел в Симпсонах. К следующей главе. Блин, у нас в инсте такой же был. У нас в инсте был такой же, знаешь... Я бы хотел дополнить. Все такие. Ну давай. А согласно такой-то теории, вот так вот, у сука. Все домой хотят, а это... Сверхразум, это когда ты выводишь на математику, смотря Симпсонов. Ну и раз уж мы начали говорить о науке, то почему бы не рассказать о технологиях, которые Симпсоны предсказывали задолго до их появления? Например. А вы знали, что Симпсоны предсказали автокоррекцию слов, без которой мы сейчас жить не можем вообще? А еще Симпсоны первыми открыли бозон Хиггса и изобрели автокорректировку текста в смартфонах. Если что, то это серия 1994 года. А автокоррекция появилась в 2007-м. По версии вот этого чувака, который безумно хайпил этими предсказаниями. Что мешает одну секунду погуглить, мне не очень ясно, но слово не воробей. Вообще, кстати, не воробей. С чего вдруг? В общем, все начали это распространять. А важен тут контекст. Давайте его послушаем. Он говорит, дай сюда этот Ньютон. Потом нам показывают пародию на логотип Apple. А вы знали, что у Apple действительно было устройство, которое называется Ньютон? Находим, что за полгода до этой серии в газетах были вот такие статьи. Тут говорится о том, что Apple накосячили и Ньютон иной раз не мог нормально исправить даже свое имя. И вообще, полный мрак с этим переводом. Кто-нибудь вообще знал, что такая херня была? Симпсоны просто опять стебанули очередную историю. На серии 1998 года они предсказали появление таких штук, как Oculus Rift, Vive и так далее. Круто! Давайте сделаем вид, что мы кретины и не будем реагировать на то, что каждый фантаст это предсказывал. Пройдемся по фактам. 92-й год. Фильм «Газонокосильщик». «Газонокосильщик». Прикинь, раньше фильмы называли, вообще не заморачивались. Кровавая резня, я не знаю, там, тройной удар бензопилой. «Газонокосильщик», блядь. «Доставщик пиццы». Да ладно, чего уж там. В 1962 году был запатентован отец виртуальной реальности, которую называли «Сенсорама». Потом постепенно появились шлемы. 79-й, 85-й год. Странно вообще думать, что такая технология могла брать начало только в конце 90-х. Я тоже предсказатель. Через пару лет появится еще одна платформа типа ТикТок или Инстаграм. Скриньте. «Умные часы» туда же. 95-й год, охренеть, как же так? Ну и если кто их и предсказывал, то Сайфай и Стартрек в частности. Но «Умные часы» появились намного раньше «Симпсонов». Вот, например, «Сейко ТВ-вотч» в 82-м году с телевизором. Или прототип «Синклер ФМ» в 85-м. Экшн-камера предсказана в 1994-м. Повторите это еще раз, смотря на эту фотографию 60-х. Видеосвязь пророчили за 10 лет до ее появления. Ага, 1879 год. Телефоноскоп. Ну, предложена концепция, я имею в виду. Что насчет пикчифона? Или, может, люмофона? А может, видеофона? А может, пошел ты? А может, и пошел. Главное, что я ушел, зная правду. Сечете? Предсказания мне в мультик. Это что же получается? Никакие разработки. Они не предсказывали? Во дела. А к чему ж тогда этот выпуск? А к тому, что моя цель не просто сказать «Они не предсказывали». Вы просто дураки. А считай на пальцах рассказать о каждом предсказании. Тем более, дальше самая жесть. С чего начался всеобщий хайп? Вот с этого кадра. Вы его прекрасно знаете. Симпсоны предсказали президентство Трампа за 15 лет до того, как это произошло. Кадр в кадр. Страшно? Да. Страшно от того, что люди перестали уметь пользоваться руками и пальцами. Ведь спустя 15 секунд я нахожу ролик с его появлением на публике 16 июня 2015 года. А потом нахожу ролик на официальном канале анимации Fox, который был загружен в июле 2015. Это даже не серия, а просто промо-ролик, который просто копировал выступление Трампа и добавлял туда юмора. А вот что реально было в 2000-м, так это то, что Лиза действительно говорит о президентстве Трампа. И вот тут уже ступор у всех. Ведь победу американского президента создатели мультсериала действительно предсказали. Вот он эпизод, созданный в 2000-м. Как известно, президент Трамп потратил наш бюджет. Хо-хо! Как ты это объяснишь, скептик? Ну, я-то могу. Еще 7 октября 1999 года Трамп в интервью Ларри Кинга заявил, что хочет сформировать комитет для предстоящей заявки. Как бы... Все. Впоследствии заявку он снял, но Симпсоны уже намотали на ус шутеечку об этом. А то, что сейчас форсится, что они предсказали его смерть, то забудьте вообще, это фейк, сделанный умельцами с интернетов. Повышаем сложность. В 98-м году выходит серия, в которой показано, что 20-й век Фокс принадлежит Диснею. Масленникова, ребята, не сегодня. Что и произошло совсем недавно. Следующий стрим. Как же так вышло? Симпсоны. Кстати, последние предсказали такую сделку еще 20 лет назад. Can I remember that the Simpsons predicted this just a couple years ago? They predict all sorts of things. It's really, really scary. So take a look at this. This is back in 1998. Отмотаем время. Купец, ну это реально, то есть получается, видишь, насколько все просто, если просто немножечко разобраться. Но люди не привыкли думать. ...назад и я, как фанат Симпсонов, вам кое-что расскажу. На протяжении... Кто вообще смотрел Симпсонов реально, вот хотя бы один сезон? Ну были кто вообще смотрели? Очень долгого времени они троллили Дисней. Я немного смотрел. Можете взглянуть. Смотрели, да. Я в Симпл Корпорации, ЛААА! И этот случай не исключение. Смотрели. Закрадывается только одно предположение. Фокс, которым принадлежат Симпсоны, давно ведут какие-то терки с Дисней. Или просто знают больше, чем мы. Если бы не было этой шутки, то люди бы просто нашли эту, где показано, как Дисней избивает условно Фокс. И зацепились бы за это. Люди ведь такие люди. Согласитесь, когда вы немного отходите назад и начинаете видеть всю картину, все становится не таким загадочным. В 2012 году, когда шли выборы президента США, появилась вот такая вот видеозапись. На ней показано, как голос отдается не Обаме, а Митту Ромни. Знатоки всех серий сразу вспомнили эпизод 2008 года, когда Гомер пытался отдать голос за Обаму, но засчитывали, как голос за Маккейна. Один голос за Маккейна, спасибо. Нет, я хочу проголосовать за Обаму. Два голоса за Маккейна. Подумаешь, всего одного кандидата не угадали. Аппарат для голосования на выборах подменяет голос. В мультфильме эпизод был показан в 2008 году, а в реальности это случилось в 2012. Или все куда проще. Ну да, это не предсказание, а просто пересказ гребанных новостей. В 2008 году действительно была гонка между Обамой и Маккейном. И действительно сообщалось о том, что когда люди нажимали за Обаму, то их голос перекидывался за Маккейна. А все из-за плохой калибровки. Вот у нас вообще все стабильно. Вот, 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 постараюсь максимально мягко сказать. Вот у нас ходишь ты, не ходишь, за того ты отдал, за этого. Даже если ты не пришел, ты как бы вроде как пришел. Поэтому тут как бы вообще даже ноль удивлений, понимаете? Вообще даже, вот вообще ноль я удивлен. Вообще вот, в принципе, ты там что-то прик... Просто всегда все хорошо у нас. У нас все стабильно, все нормально, всегда все нормально. 99,9% все, всем все устраивает. Или вообще хрен знает пойми из-за чего. Главное, что это было. Абсолютно верно. И как говорится, вот это вот. На, серьезно. Ты не верил, не верил, нет? Не верил, не верил. И Симпсоны это просто высмеяли. Дословно причем. А еще в 2006 году вышел фильм Человек-года, где описана ситуация с неисправными электронными голосовалками, из-за которых комик становится президентом. Комик. Становится президентом. Нет, спасибо, я сейчас туда тыкну, а вы голос не тому отдадите, и поди еще квартиру потом продадите. Я не разрушился еще руками писать, в отличие от вас. Ага, тут у нас. Зато! А вот достаточно жесткая хрень. В 2001 году вышел эпизод, где мальчикам схолотили бойс-бенд и снимали клипы в стиле бэк-стрит-бойс. Спасибо, Денис. Примечательно эта серия тем, что в одном из... Самое большое вообще разочарование, знаете, в чем было? Я вот, я сейчас вам сломаю многим вообще психику. Помните были? Бэк-стрит-бойс. Такая группа, помнишь? Все под нее пели. Кто-нибудь вообще помнит эту группу? Ну, хоть один помнит это? Помните, нет? Нет. Школьники, потому что... Значит, я вам рассказываю. Была группа, которая в свое время, как я не знаю, как наш Билан с Лазаревым вообще просто бомбила. Все под них упаривались, телки все плакали. И потом они внезапно куда-то пропали. Они, короче, типа были, и потом куда-то пропали. Недавно смотрю новости, Причем резко пропали, просто хера как и не стало. Недавно смотрю с новости, показывают. Мы, говорит, поняли, что вообще эстрада это не наша. Мы все, говорит, живем одной большой семьей. Я такой, what? Ну да, говорит, мы как бы нам уже, мы не молодые, но как говорится, один раз не этот, да. И понимаете, вот мне так почему-то мерзко стало немного, так знаете, так помыться захотелось. Ну да, это, ну шведская семья, говорит, не, ну а что нам, говорит, танкистам? Сегодня ты меня, завтра я, говорит, в твой ангар зайду. Ха, че там? С клипов они скидывают бомбы на арабскую страну, где на машине красуется флаг сирийской оппозиции, который, внимание, был создан в 2011 году, когда проходили гражданские протесты в Сирии. Бууу, вот это реальная жесть, говорили люди в интернете. Не зная о том, что флаг сирийской оппозиции не был придуман, они просто взяли старый флаг Сирии. Лол. Также они поют «Твоя любовь убийственнее, чем Саддам, поэтому я сброшу бомбу». Саддам Хусейн – это президент Ирака, а в 1998 году прошла крупная операция «Дезерт Фокс», в которой действительно на Ирак скидывали бомбы. А флаг Ирака знаете какой? Не правда ли похож? Ну это я просто додумываю, может это была просто ошибка. И они имели в виду иракские войска, так как это реально произошло. Важен контекст. Все это – ошибка техасского стрелка, которому я посвятил весь прошлый выпуск. И, наверное, самое загадочное, о чем я сегодня могу рассказать. Так, ну-ка, давай, удиви, как мирового масштаба, которая произошла 11 сентября 2001 года. А вот здесь вот я не представляю, как он скажет, что это совпадение или нет. Как мог мультик это предсказать? Никак. Давайте разбираться. Это сказано Симпсонами. В том же сезоне сериала многие усмотрели зловещие предзнаменования катастрофы с башнями-близнецами, дату 11 сентября. Да, в это сложно поверить, когда я об этом говорю. Но эти знаки реально пугают людей, которые хотят напугаться. Суть такова. Семья собирается из своего города ехать в Нью-Йорк на автобусе. И Лиза показывает брошюру, где показана цена за билет в 9 долларов и основная достопримечательность города. Из этого получается 9.11. Дата происшествия. Основная претензия людей из интернета, почему 9 долларов? Ну не может же это быть совпадением. Только вот это удивляет всех, кроме тех, у кого есть мозг. Такая цена взята не из потолка, а вполне себе естественно. Вот, например, сейчас рейс из Нью-Йорка до Нью-Йорка стоит ровно 9 или 11 долларов. А рейс из Спрингфилда, Орегон, да, это реальный город, на котором основывался мультик, стоит 331 или 491 доллар. Да, цена комична. Почему не 10, почему не 12, почему обязательно 9? Может спросим у Эльдорадо, где цена на одну копейку меньше. Или может у карты тройка, почему в 2015 году проезд на наземном транспорте стоил 29 рублей. Билл Окли, продюсер конкретно этой серии, рассказал, что это просто высмеивание вот таких вот комичных цен. А почему там башни-близнецы? А потому что... А что там еще нахрен должно быть? Это же Нью-Йорк. Нет, серьезно, башни-близнецы для Нью-Йорка в то время были как Кремль для Москвы. Плотная ассоциация. Ну, а что насчет этого? Непонятно, что это за одинокое здание. Да, это может быть одна из башен-близнецов. Но даже если так, то это не предсказание. А что сейчас на месте, ребят, двух небоскребов, кто-нибудь знает? Я почему-то вот сейчас вот как-то вот задумался на эту тему. Там, наверное, какой-то, ну, мемориал должен, да, наверное, быть? Что в 75-м году в башне был огромный пожар. Более правдоподобно, что это одно из зданий, которое реально полыхало раньше. Ведь соседняя картина показывает нам реальный кадр падения держабля Гинденбург. А что за реальный случай пожара похожего здания? One Meridian Plaza горел в 1991 году. И что более реально, банк Интерстейт горел в 1988 году. И это было очень масштабно. Они вам не предсказатели, как говорится. Более того, люди начали потихоньку понимать, как все это работает, что любое, даже самое убогое предсказание имеет отличный спрос, они начали делать фейки. Фонтана, да? Как вы помните, совсем недавно весь мир говорил о пожаре в соборе парижской богоматери. Какой-какой богоматери? Что это из фигур? Собор безумной красоты, который теперь будет реставрироваться долгие годы. Но всего этого можно было бы избежать, если бы люди смотрели Симпсонов. Ну вот же, четко показано, Гомер входит в горящий собор. Твиттер взорвался. Симпсоны опять сделали это. Безумие. Собираем гребаные манатки и сваливаем с этой гребаной планеты. А вот оригинальное изображение одной из серий 19 сезона. Покемон Гоу Симпсоны, кстати, тоже не предсказывали. Очевидный фейк, слепленный из двух серий. Ну и совсем свежая ситуация с Гретой Тунберг, которую, разумеется, Симпсоны предсказывали кадр в кадр. Это предсказание живет, потому что люди распространяют картинку плохого качества. Если мы найдем оригинал, то... Да, разумеется, это просто фотошоп. Вот этот кадр, посмотрите, опять зафорсился в Твиттере. В 2002 предсказали то, что будет в 2017. Прям тютелька в тютельку. Ну а на самом деле сначала появилась фотография, а сразу после этого на канале анимации Фокс появился короткий видосик, где показали эту фотографию. Ну то есть, понимаете, людям вообще плевать, во что верить. Людям палец покажи и скажи, что это предсказание. И они такие, о, вот ништяк зайдет этот супер. Я запащу прямо всю секундочку. Нас часто спрашивают, как мы пишем сценарий для нашего мультфильма. Ответ прост. Ассистент? И вот мы подобрались к самому сладенькому, по моему мнению. Бля, я как в КС-ку зашел, в ММ, на калашах. Когда пытаешься это гуглить, Один в один. Ты не находишь совершенно ничего. Люди ковыряют в носу и говорят, да, это, это реально предсказание. Тут уж ничего не поделаешь. Симпсоны теперь официальные провидцы. Они смогли предсказать, что в один день в прокат выйдут Звездные войны и Элвин и Бурундуки. Да, такая тупость для меня на первом месте в топе, потому что это никак не могут объяснить. Реально же так получилось, что эти два фильма вышли в прокат в один день. Мама, я что, сплю? Мы что, наконец нашли провидца? А теперь ответьте мне на один вопрос. Это кинотеатр? Нет, это не кинотеатр, это киностудия. Я немного взломал гугл и через пять минут нашел ворота киностудии Sony Pictures. Знаете, что я там увидел? Фильмы, которые уже вышли несколько лет назад, рядом с фильмами, которые еще не вышли и находятся в разработке, потому что это визитная карточка киностудии, занимающаяся этими фильмами. В Симпсонах нам показали очевидное продолжение франшиз и опять же в виде шутки. Только с цифрами не угадали. В это время вышла уже четвертая часть. А еще, кстати, один из сценаристов Симпсонов, Джон Витти, еще и сценарист экранизации Элвин и Бурундуки. Совпадение на совпадение прям. Это было слишком просто. Кто-нибудь впишите это в интернет, потому что люди, американцы точно не будут смотреть мои выпуски. И вот так со всеми предсказаниями. В этот раз мне даже не пришлось объяснять это с точки зрения науки. Спасибо, ребята, подписки. Я просто посмотрел все видео, связанные с этим. Начал бороться с симптомами, и мы выяснили... Реально, от души я просто, знаете, смотрю, я не знаю, с чем это связано. Вот это последние два стрима, у вас подписывается просто огромное количество людей. И спасибо всем, кто делится стримом в социальных сетях. Там кнопочка внизу есть, поделиться под стримом. ...что болезни-то и не было. Добро пожаловать, но это... Большие последствия. 5 миллионов просмотров, 6 миллионов, 7, 19. Почему бы и нет? Про русскоязычный канал я вообще молчу. Наверное, каждый канал с топами сделал видос про Симпсонов. Куда выгоднее заниматься конспирологией, а не все это разоблачать. А впрочем, да пошлени. Меня и так все устраивает. Люди всерьез верят в то, что мультфильм предсказывал будущее. Факт. Но я не хочу быть тем, кто продолжает им это скармливать. Самое страшное, это когда известная личность, чутка бахнутой в голову, и начинает распространять дичь. Все начинают это репостить, потому что вообще плевать, что репостить. Главное, чтобы лайков набрать. Короче, я о чем? Каждый громкий заголовок перепроверяем. Или ждем, пока я сниму ролик, где опять скажу, что нужно все перепроверять. Это замкнутый круг. Вы просили? Я сделал. Надеюсь, теперь люди прекратят искать новые предсказания. Хотелось бы верить. Но верится с трудом. А вот у меня теперь вопрос ко всей аудитории, всем, кто будет смотреть этот ролик. Есть ли такое на данный момент предсказание, не от всяких провидц, а в мультике, в фильме, еще где-то, еще в чем-то? Может быть, реально кто-то этим увлекается? Которые до сих пор вот так вот не смогли объяснить. То есть, есть ли такая тема? И если есть, то где? Напишите, что или какой фильм, или какой-то, может быть, я не знаю, часть мультика какого-то могла что-то предсказывать. Знакомая, неважно. Так, одну секундочку. Лайк стоит. Ле, ле, шо делай? Хе-хе. Скоро нам что-то подобное предстоит. Скоро такой контент, ребята, подъедет. У нас все уже готово. Дядь, как всегда, очень круто. Это, блин, ты прям взял и реально разрушил очень актуальную тему, про которую мне очень часто, вычеркиваем, на которой мне очень часто писали. Так что спасибо тебе за это. Спасибо, родной, спасибо. Уважение, уважение, утопии шоу. Лайк, подписка, как всегда, фиксируйся. Ты тоже не забывай подписываться. Ставь лайк. До света. До свидания. Отвечестве. Продолжение следует...